Зарядиться энергией, почувствовать вкус победы и заодно помочь больным детям. Накануне в Химках на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» прошел благотворительный лыжный забег. Организатором выступил фонд «Линия жизни». Главное, что объединяет всех людей, которые сюда пришли, это желание сделать доброе дело. И вот такими праздниками мы показываем, что помогать, во-первых, это приятно, а во-вторых, очень-очень просто. И вот сегодня все эти люди объединились, чтобы помочь двум нашим подопечным, маленьким деткам. Трехлетний у нас Дима, который из подмосковных котельников, и маленькая девочка Сашенька, ей два года, она из города Егорьевска. На семейный праздник собралось три сотни человек. Отсутствие возрастной планки привело сюда целые семьи. Уровень спортивной подготовки тоже был не важен. Каждый мог выбрать комфортную для себя дистанцию в 3, 6 или 12 километров. Желание сделать доброе дело объединило людей не только разных поколений, но и профессий. Благотворительностью у них, когда слышки знакомы, красавица Белоснежка и ее спортивные гномы. Это сборная команда педагогов и схимок. Трудятся в нескольких детских садах, но сегодня в очередной раз собрались, чтобы покорить лыжную трассу. Вот уже третий год, это стало нашей традицией, наша команда размножается, увеличивается состав. Одной из фишек благотворительного забега стало то, что многие участники выступали в костюмах. На старт вышли персонажи сказок, звери и даже клоуны. Хотела что-то яркое, экстравагантное, вот подвернулся этот парик, я решила, это то, что надо. А как у вас с лыжами дела обстоят? С лыжами, честно говоря, очень плохо обстоят дела. Я уже сто лет не каталась, но надеюсь, я смогу пройти хотя бы самую небольшую трассу. Но главное же участие. Я думаю, у вас все прекрасно получится. Удачи вам! Спасибо! Каждый год участвую, каждый год в костюме. Два года подряд за креативность брала призы. Не знаю, как сейчас. А кем были в прошлые разы? Индейцам и Джеком Воробьем. Я так понимаю, волосы примерно одни и те же во всех трех. Ну, это вот от Джека Воробья волосы, да. А у индейцев у них там свое, там этот роуч с перьями, там все было строго. Здравствуйте! Если вас беспокоят, хотите травяного чая, очень вкусный. Да. Внезапное предложение пришлось кстати. Чай, который раздавали участникам забега и гостям, оказался очень вкусным. Как раз все, что нужно в этот холодный день. Разминка и подготовка к старту закончены. Наступило время забега. Несколько сотен спортсменов и любителей бросились покорять лыжные тропы. До финиша все добирались усталые, но в отличном настроении. Получали медали и слова поддержки. Привет! И каково это было? Круто! Насколько я знаю, ты первая девушка, которая сегодня финишировала. Как тебе эта роль? Это очень классно, тем более на одной дистанции с Ольгой Зайцевой. Ольга Зайцева, российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете и трехкратная чемпионка мира, присоединяется к благотворительному забегу уже не первый год. Я благодарна тем людям, кто не скупится, кто приезжает сюда, выступает и занимается своим любимым видом спорта. Катается, общается, здоровьем заряжается, но в то же время помогая нуждающимся другим деткам, которые не могут это делать, но в будущем с помощью нас они смогут это сделать и с помощью нас они встанут на лыжи. Все средства, полученные от стартовых взносов, направят в организацию «Линия жизни» на лечение тяжелобольных подопечных фонда. Дмитрия Повелькина и Александры Дорошкиной. Малышам требуются курсы восстановительного лечения, после которого, возможно, они смогут принять участие в таком же забеге. Ксения Абрагина, Алексей Сыченко, Служба новостей.